И так продолжаем доделывать именно вот этого персонажа. В этом ролике давайте сделаем ему тело. Вы задаете вопросы, как лепить тело, как это все дело происходит. Очень много роликов на канале, посмотрите именно в плейлистах. Очень много я тел поподелал, показал как. Но для этого пацана давайте сделаем, чтобы побыстрее и попроще, чтобы времени не тратить. Можно конечно, как и в прошлый раз я показывал, добавить куб, обрезать именно тело. Потом добавить клиндры, наметить это тело. Да, будет прикольней. Но есть еще один вариант. Мы зайдем в тулы, откроем. Ну давайте, так, попробуем новый тул открыть. Так, вот таким вот образом. Теперь лихтбокс и найдем более подходящий для работы именно болван. Это вот этот болван, да, нет. Добавляем. Вот таким вот образом. И нужно теперь поставить его в позу. Можно поставить в А позу, можно в Т. Давайте в Т позу поставим. Так, и кости легче вставлять. Так, ноги в этот раз разведем. Смотрим, что да как. Ну, в принципе, меня устраивает голову с плеч. Тут ноги все равно обрезаться будут. Ну и сэкономленное время, опять же, на болване. Так, плечи чуть-чуть вот так. Заходим теперь в Adaptive Skin. Нажимаем превьюшку. Делаем ему Make Polymesh. И вот с этим делом можно уже работать. Так. Сделаем ему еще, давайте, Dynamesh. Сразу. Ctrl-Z прибавим резолюции. Смотрим, что получилось. Делаем Ctrl-W одну полигруппу. Нам полигруппы не пригодятся. Fluor можно отключить. Ну и в принципе, все. Можно с этим работать. Делаем экспорт. Я так вот сделаю. Сохраню на рабочий стол. А теперь делаем вот так файл. Open. Открываем наш проект. Вот таким вот образом. Делаем дубликат какого-нибудь саптула. Давайте под головой все это дело поставим. Тело. Делаем дубликат головы. И делаем импорт. Подставляем сюда вот именно вот эту. Болванку, заготовку. Так, включим Fluor. Все это дело иксиметрия опустим. Отключим иксиметрию. И сделаем скайл. Так. Нужно вот теперь подгадать, какой будет пацан. Ну, где-то вот таким он шип-зет. Так, еще меньше. Вот. Где-то так. Сейчас мы ему подгадаем плечи, ноги. И, в принципе, ноги у него маленькие. Все это дело перелепим. Ну, вот что-то в таком духе. Теперь выбираем, опять же, кисточку Moff Topology. Shift-Z картинку отключаем. И что вот на картинке? Вы видите, что плечи у него широкие, здесь узкие. Нам нужно вот мал-мал-мал под это дело все поднабросать. Вот. Под одежду, чтобы было нормально. Так. Shift-Z. Сначала мы ему Ctrl-Z иксиметрия. Прибавим давайте душу. Увеличим ему плечи. Увеличим ему таз. Вывернем ему в правильную сторону колени. Чуть-чуть колени уменьшим. Ну, опустим. Так. Здесь у него прогиб большой. Так. Вот эти части можно чуть вперед подать. И немножко спину назад. Вот. Теперь, чтобы все нормально было, нужно подкорректировать ему вот эту часть, где будет шея. Ее нужно немножко удавить. И увести вот так назад. Вот. Так. Еще немножко плечи побольше. Ну, в принципе, все. Вот такой пацан. Теперь мы ему голову с плечи, ну, в смысле заготовки, болванки вот этой кисти пока оставим и ноги оставим уже. Сейчас посмотрим, какие у него руки, шеф-зет. Так. Руки детские. Все нормально. Маленькие руки. Ноги, в принципе, обрезать не надо. Здесь сделаем вот эти вот галоши. Потом отсоединяем, чтобы они более-менее как одевались, что ли, на ногу. Так. Ну, давайте погнали. Найдем кисточку. Найдем кисточку. Или лучше, наверное, на рабочем столе у меня где-то здесь завалялось. Вот руки. Так, так, так. Делаем дубликат вот этого тела. И попробуем вытянуть без иксимметрии какую-нибудь кисть. Так, смотрим. Вот этой кисти, в принципе, будет удобно вставлять кости. Не будут они мешаться, когда вы будете их уводить. Но слишком много поправлять. Так, Ctrl-Z. Попробуем вот эту кисть. Вот. Вот эта мне больше нравится. Теперь что делаем? Ctrl-W. Назначаем полигруппу. Выбираем Ctrl-Shift. Опять же, кисть. И вот это все дело, то, что мы скрыли, просто удаляем. Dell Hidden. Теперь переключаемся на кисть Clay Buildup. Включаем мофт Apology. И вот это все дело перетягиваем. Теперь все это дело подгадываем. Подкорректируем. Подкрутим. И вот так вот подгоним. Теперь все это дело уменьшаем. Рука-то все-таки детская. Так. И вот сюда вот так ее подставляем. Так. Опять же, нужно ее подставить. Фу. Долой. Чтобы она нормально вот так вот стояла. Вот. Таким вот образом. Чтобы потом кости было нормально вставлять. Ну, можно, конечно, чуть-чуть как бы кверху задрать. Это уже на ваше усмотрение. Так. Смотрим. Теперь нам нужно поймать именно длину вот этой вот руки. Shift Z. Смотрим. Так. Если он стоит, локоть у него смотрит на пояс. Это значит где-то вот здесь. Ну, в принципе, все совпадает. Можно немножко, конечно, еще руку-то сюда увести. Это надо вырезать. Ну, пока все. Делаем мира and well. Две руки у нас есть. Вот так мы скомпоновали уже персонажа. И быстро, и хорошо. Ну, вот. Для шмоток, для шмоток нужно ему... Хотелось бы, конечно, чтобы шмотки как-то отдельно потом были. Я вот сейчас вот заморочился так делать. Так. Давайте начнем со штанов. Наметим штаны. Посмотрим, как штаны будут. А потом уже решим. Нужно нам тело будет или нет. Так. N-панель. Включаем тело. Выглаживаем все это дело более-менее. Так. Shift Z. Вот таким вот образом коленей. Это чтобы, когда сейчас штаны будем делать, вот этих артефактов уже не было. Так. Ну и... Локоть потом... О, кстати. Пардонте. Выбираем мофт Apology. И когда вы делаете под анимацию персонажа, лучше намечайте сразу локоть. Как бы, вот, вглубь уводите. И вот это плечо желательно тоже назад подавать. О. Потому что, когда вы будете вставлять кости, чтобы вам лучше видеть вот этот локоть. Все. Это можно выгладить. И все. Персонаж, в принципе, готов. То же самое и с коленями. Желательно их более обозначать. Вот где-то советую вот так вот ставить. О. Ну, задницу, может, чуть пониженная. Чуть побольше. Так. Это и есть такое дело. Для анимации, опять же, лучше ставить вот эту стопы ровно. Без выверта. Потому что, не, кости вставляются, конечно, но потом все равно возможен перекрут во время анимации. Это тоже малоприятный факт. Так. Ну, это все мы... И попробуем. Давайте шрифт Z. Он как бы... Так. Это вот нога уходит ровно. Здесь мы штанами выровним. Так. Давайте сначала... Правда, что штаны, наверное, сделаем. А потом уже будем думать. Так. Сначала маскируем вот до сюда. Смотрим, чтобы все нормально было. Ctrl-Alt. Чуть-чуть корректируем. Где-то потом подтянем. Можно еще, конечно, гражданину зад наметить. Ну, пойдет пока так. Так. Шрифт Z. Штаны уходят еще. У него даже, наверное, повыше. Давайте повыше их сделаем. О. Под пояс. Так. Теперь. Ctrl-Alt. Тут ненужное. Чуть-чуть прибираем. Вот. Пусть такие будут. Теперь в SubTool делаем экстракт. Бэмс. Ну, в принципе, толщина нормальная. Ну, вот экстракт, когда будете делать, делайте с дублированием. Тогда у вас при Dynamesh не будет дырок. Вот в этой штукенции. Append. Снимаем маску. И что можно сделать? Немножко все это делаем и выгладим. Сделаем посимпатюшней. И посмотрим сетку. Вот такая сетка. Прикольная, ровная. Shift-Z смотрим, что с ногами. Ага. Здесь поднадуем. Здесь Shift-ом чуть уплотним. Словом, все будет нормально. Так. Давайте чуть-чуть. Так. Сделаем Dynamesh. Прибавим резолюцию тоже чуть-чуть. Ага. И флор отключим. Теперь здесь чуть-чуть вытягиваем. И вниз ее припускаем. Вот так. О. Shift-Z. Выше колено. Начинается здесь. Начат надуваться. Берем Clay Build-Up. И обязательно ставим Brush. Автомаскинг. Для чего это нужно? Я уже показывал. Повторюсь. А для того, что когда мы будем рисовать. Чтобы внутренняя часть не трогалась. Так. Shift-Z. И делаем так. Ctrl-Z. Опять же на двоечку. И рисуем по симметрии. Так вот. Здесь чуть-чуть мы это все сейчас уплотним. Здесь поднимем. Так. Здесь вот так вот. И попробуем теперь Moff Topology. Вот это все дело как бы поднадуть. Вот так. А здесь сделать потоньше. Потому что здесь сейчас еще шмотки будут. Пацан будет вообще упитанный. Так. Теперь здесь тоже поднадуем. Кисточку чуть-чуть поменьше. И будем вот так вот чуть-чуть надувать. Так. Ладно. Попробуем Clay Build-Up. Так. Так. Тут можно складки сразу сделать. Здесь потоньше. Ну пока вот наметка. Ладно. Есть Shift-Z. Сделаем из двух половин вот эту вот одежу. Попробуем. Теперь пока штаны можно отключить. Ctrl-Снять маску. Иксимметрию отключаем. И рисуем. Ctrl. Доводим вот до сюда. И уводим вот сюда. Здесь рисуем поверху. Вот таким вот образом. Так. А здесь вот будем делать стыковку. Вот так. Здесь вот так вот рисуем. И по плечам. Так вот. Ага. Ну что-то такое получается. В принципе и неплохо. Так. Делаем всему этому экстракт. Пусть попышнее будет. Принимаем Ацепт. Shift-Z. И снимаем маску. Делаем опять же всему этому Dynamesh. Ctrl-Z. Сделаем резолюцию чуть-чуть побольше. И вы видите. Когда вы делаете Dynamesh. Из-за того, что у вас стенки толстые. Вы их можете сделать потонше. Флаттеном. Или настроить. Опять же в Dynamesh. Вот здесь есть настройка. Именно толщины. И Grease Shell. Словом. Нужно этого коснуться. И вы поймете, что не все так сложно. Так. Теперь. Что нам нужно сделать? Shift-Z. Вытянуть вот эту часть. Мы ее маскируем. Вот так вот. И вытягиваем. Вот таким вот образом. Низко тянуть не надо. Почему? Потому что. Так. Это докуда он доходит? Лучше так уменьшим ноги потом. Да. Лучше потом уменьшить ноги. Или в принципе все будет нормально. Подкорректируем тогда вот эту нижнюю часть. Потому что при анимации, при анимации, получается столкновение ноги вот с этой тканью. И она возможно будет ее ломать. Так. Мофт Apology. И вот это все чуть-чуть выглаживаем. Корректируем. Словом подгоняем. Так. И вот выглажку делаем. Так. Включим, попробуем штаны. И посмотрим, что получится. Так. Вот. Теперь по штанам это все дело вот так вот выравниваем. Вот сюда вытягиваем. Тут будет пояс. Здесь возможно еще поднадуть надо будет. Ну вот так вот раз. Чуть ниже можно опустить. Опять же. Чтобы не было никаких зазоров. Вот тут типа у таких. При анимации это тоже. Можно, конечно. Сзади можно. Вот спереди нежелательно. Начинают кости там. Это нужно уже симуляцию включать. Ткани. Ну короче проблемы есть. Так. Штаны пока отключаем. Отключаем китель. Переходим опять на наше тело. Снимаем маску. И теперь опять же контрол. Рисуем вторую часть. Так. Это вторая часть. Shift Z. Shift Z. Она по идее должна вот туда уходить. Это сюда перепаковываться. Ну посмотрим. Сделаем по другому. Так. Опять же не доходим до низа. Потому что потом придется обрезать. А когда вы будете обрезать. Тогда придется вам делать дайномеш. И получится, что вот эта вот шмотка вся. Она просто срастется. Будет не как одежда. А будет как кусок какой-то. Так. Ладно. Вот это мы делаем экстракт. Принимаем. Снимаем маску. Опять же можно сделать дайномеш. Прибавляем резолюцию. Чуть-чуть побольше. Дайномеш. И можно сделать в деформации именно полиш. Вот этот. Бэнс. И просто сгладить. Чтобы не выглаживать каждую часть. Ну вот так вот как-то. Теперь все это дело опять же маскируем. Смотрим сзади. Чтобы полоса была именно. Ctrl-I. Ровная. И вытягиваем вот эту часть. Так. Чуть-чуть ее вот так вот. Снимаем маску. И делаем дайномеш опять. Почему? Потому что у нас теперь вот видите. Полигоны вытянутые стали. Нужно опять сделать дайномеш. Чтобы пересчитать вот это все дело. Так. Ну и теперь опять же. Мог топологи. И вот так все это дело. Отправляем. Потом тут можно пролепить. Вот шифтом можно вот так даже выгладить. О. Она уже будет посимпатичнее. А потом уже вытягиваете сюда. Так. Вот эту часть тоже. Ниже чуть посадить. Плечь. Идет сохранение. Включаем теперь. Видимость. Вот этой части. И включаем видимость. Штанов. Так. Это значит. Вот это штаны. Переключаемся на вот эту часть. И ее уводим вглубь. Вот так. Эту часть выводим вперед. Делаем под разными углами. Ну вот в принципе нормально. Так. Здесь сзади она срастется при дайномеш. Не паримся. Не паримся. Ну вот этого, чтобы не было вылаза. Так. Куртка есть. Ее можно чуть-чуть больше выгладить. И вот. Теперь у нас есть место для майки. Так. Контрол. Зет. Так. Теперь у нас корректируется вот эта часть. Тоже мы ее выглаживаем. Вот так. Поднадуть можно. Подправить. Сзади можно, наверное, чуть ниже опустить. Ну в принципе все хорошо. Вот эти части корректируем. И вот эту часть вытащим вперед. Во. Вот таким вот образом. Шлиф Z. Так. Вот эту часть убираем аж вот сюда. Во. И выглаживаем. Вот так. И можно чуть-чуть еще вытянуть. Вот так вот. Теперь что у нас сверху. Это тоже можно чуть-чуть смягчить. Сделать потоньше. Ну вот заготовка. Теперь что у нас тут есть у него. Есть ремень. Так. С ремнем будет попроще. Эти части можно просто сделать разноцветную. Одну майку. Давайте майку сделаем сначала. Так. Отключаем вот эти части. И опять же включаем тело. Делаем маску. Вот таким вот образом. Близко к рукам не берем. Ну и все. Если он раздеваться не будет. Ну в принципе давайте отключим N голову. Не свою только. И включим опять тело. Для чего это нужно? Чтобы очистить вот этот верх. Control Alt. И вот так мы его очищаем. Это мы потом подправим. Подтянем. Пролепим. Все это будет нормально. Делаем экстракт. Здесь уже в принципе можно сделать ее потоньше. Во. Сделать Ацепт. Снимаем выделение. Включаем видимость через Shift всех саптулов. Так. Переключаемся на майку. Shift Z. И можно ее складками короче долепливаем. Так. Shift Z. Clay. Build Up. И погнали. Так. Control Z. X. Симметрия. И вот так вот. Так. Мы столкнули. По телу. от работы. Так. Здесь вот тоже побольше наложим. Moft Opology. Так. Что там с рукавами? Ага. Они идут впритык. Ну, рукава мы подтягиваем. до самой кисти. Это не проблема. Тут пролепим. Shift Z. Ага. Выбираем теперь фуфайку. Вот эту. фуфайку. И делаем ее попышнее. Вот так вот. Выбираем вторую часть. Ну, вторая так нормально. Так. Вот эту часть чуть-чуть выглаживали. Теперь выбираем рубаху. И вытягиваем вот эту часть вверх. Shift Z. Она идет вот эта часть под горло. здесь мы можем вдавить. Каким образом? Ставим кисточку Clay Build Up. И через Alt немножко пролепить. вот так вот. Не хочет мышка по столу ерзать. Вот. А здесь делаем вот такие вот складки. Так. Чуть-чуть выглаживаем. Так. Здесь тоже можно через Alt чуть-чуть вот так вот. Раз. Сделаем геометри Modify Topogy Mira and Well. Чтоб душа вот эта заполнилась. И здесь через Alt чуть-чуть тоже вдавим. Вот так. Потом пролепим. Так. Здесь тоже через Alt чуть-чуть приберемся. дальше. Так. Shift Z. И помоделируем немножко наверное Moff Topology. Как бы наплываю поделаем вот этой одежды. Вот так. Вот так. сверху сверху вот так. вот таким вот образом. Здесь наметим наверное плечо. Здесь чуть-чуть поменьше сделаем. И здесь чуть-чуть так понаплываем. Shift Z. Вот эти вот теперь вот эти вот эту майку вот эту майку. Как можно сделать. Мы просто делаем дубликат вот этой майки. Так. 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 Где она? Вот. Делаем дубликат. Теперь обрезаем ее. Вот так. Делаем геометрию мира Entwell. Ну и вот эту часть тоже которая не нужна можно удалить. Ну в принципе вот нормально выходит. Теперь делаем опять же Ctrl левый клик Dynamesh и вот этому всему делаем вот эту вот складку рубахи. Вот так. Вот так как-то. Во. Там вниз она уходит. здесь как-то кверху поднимается. Вот так. Теперь куртахван тоже немножко регулируем. Раз рубаху там и подняли. Уводим чуть-чуть к плечу. Вот здесь вот корректировку тоже даем. Желательно наверное лучше пролепить эти части. Давайте пролепим чтобы не тянуть. Чуть-чуть массы поднабросаем тут. А потом сделаем складку. Здесь вот поднакидать можно. Чуть-чуть вот поднизом. А потом делаем вот такую штукенцию. Ставим кисточку поменьше и через альт чуть-чуть здесь вот да что у меня неудобно так так вот здесь вот делаем вот такую складку. Вот так вот. Теперь здесь тоже сзади ее намечаем и альтом чуть-чуть так вот выдавливаем. Так есть такое дело Shift Z ну здесь вы видите что гражданин пышнее должен быть да получается ну когда он руку опустит в принципе то же самое и будет от плечей ну это можно будет потом когда все объединится раскрашенное чуть-чуть его подколлектировать тело или вот таким вот образом опять же Moff Topology и потихоньку здесь вот тянуть его так эту сюда тянуть потом переключаться на рубаху так рукава оставляем вот эту чуть-чуть подтянуть и опять же вот эти части вот так подкорректировать вот что-то в таком духе но опять же это все должно быть симметрично вот эта вся одежда и весь персонаж для костей для деталей должен быть симметричен так значит выбираем рубаху и делаем геометри мира nwell потом вот этот китель когда объединим пролепим его тоже сделаем мира nwell так ну вот эти складки еще это потом долепливаться будет так эта часть вот она должна вот здесь аж быть так вот эта часть так мы сделаем сначала ремень мы сделаем что сделаем сделаем дубликат всего вот этого дела пока так сделаем дубликат вот этот опустимся вниз и сделаем дубликат вот этот теперь вот эту часть мы опустим вниз так тут главное не запутаться так это есть и это есть это есть так рубаха есть это первая часть есть вторая есть значит одну я сейчас сохраню сначала файл save as рабочий стол и перепишу проект так я сделал два дубликата это значит делит один ок и делаем вот этот дубликат да вот этот дубликат и вот эту часть одну опускаем вниз так вот эти две части мы делаем маршдаун ок смотрим что получается нормально и теперь делаем ремень ремень делаем опять же с кисточки вот эту которую так snap snap мать я и ведем на левую сторону так лучше делать чем ее по кругу потом вести вот отсюда где-то берем и повели выравнив находим сейчас покажу находим вот эту красную полоску чтобы она прилипла и потом ведем дальше здесь тоже находим вот эту красную полоску и вот у нас есть ремень нажимаем на меш ремень у нас готов мы его можем чуть-чуть вот так вот сплюс ctrl w выбираем ремень вот так это так вот эту часть удаляем del hidden и делаем mirror and well так вот такой получился ремень почему-то симметрия тут немножко подстрадала просто по-разному вытянуты вот эти части одежды вот на этом мы можем сыграть выбираем вот эту часть одежды выбираем off topology и здесь у нас есть еще возможность пацана сделать пышнее о все вопрос решен как сделать ремень нормально да так вот такие у него полигоны мы заходим в геометри находим кризы криз и жмем криз вот у нас вверху добавились вот эти вот ребра вот они и с той стороны с этой можем полностью добавить кризы везде и теперь что мы делаем мы теперь делаем дай нам с так control z делаем еще резолюцию побольше делаем дайна мэш смотрим как все это дело получается и теперь можно сделать деформацию сделать polish бэмс и у нас получается классный вот такой ремень вот такая стукенция теперь мофт топологи побольше делаем делаем x симметрию включаем клавишу x так и вот этот ремень немножко вот так подкорректируем вот сделаем ему а ну-ка получится нет мэра and well но он симметричен показывает штукенция это симметрия в нее есть так это хорошо вот теперь делаем n выбираем вот эту боковую шмотку и сейчас будем ее пролепливать тоже так добавить вот эти вот усы давайте добавим тоже делаем дубликат ремню так 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 нет давайте дубликат вот этой части сделаем дубликат и на этот дубликат опять нарисуем ремень вот так все жмем на мэш ctrl w и оставляем только вот эту часть так так теперь геометри del hidden выбираем gizmo где она будет находиться где-то вот тут вот так вот чуть-чуть сплю с ним подведем вот сюда так теперь делаем опять же можно сделать кризы и сделать дайна мэш с резолюцией во control это у нас 690 полигонов в принципе нормально потому что модель маленькая можно выходить на меньшие полигоны вот модель уже сделана а все 300 так 312 тысяч там с половиной это нормально даже не миллион а модель выглядит видите как классно а когда модель большая вы такого можете не достичь модель будет рвать ломать и так далее так вверх мы приглаживаем тут приглаживаем так здесь утапливаем так опять идет сохранение вот здесь вот так утапливаем чтобы не было вот этих пустот потом лучше пусть плотно лежит на вот этом кителе так зарядка закончилась пришлось подсоединить подключиться так и делаем мира and well так далековато они находятся не беда мы вот эту часть одну подвинем вот так и опять же мира and well еще раз подвинем мира and well вот теперь нормально так вот единственное что не получится модель делать симметричной вот но ремень то еще получится вот одежда уже не получится симметричной делать ее нужно будет как-то компоновать так что еще но здесь можно просто вот эту плямбу налепить и все смотрим что у нас получится если мы выберем clay buildup и возьмем побольше кисточку интенсивность поставим и вот и вот тут это что-то налепим shift z отключить надо гражданина да что у меня мышка так теперь вот здесь мы все это дело натянем сделаем мира and well чтобы тут соединилось все ну а теперь можно вот эту плямбу домоделить вот так дорисовать так вот это теперь поднимаем повыше чтобы вот этого не было зазора и вот здесь вытягиваем вот этот край вот так вот а этот чуть-чуть сплю с ним вот а этот как бы выкинем отсюда ну и делаем мира and well ну ничего прикольный такой получился ремень который нужно еще будет пролепить вот так так поможем теперь вот этому ремню сделаем x симметрия и одинаково вытащим вот из одежды если одежда у нас вдруг не будет симметричная нужно теперь вот этот край подгадать вот этот нужно вытянуть чуть-чуть вперед вот так или или увести дальше вот таким вот образом так пролепим пролепим и подберем подберем вот так вот и вот это все конечно же выгладить чуть чуть он теперь пацан смотрится попышнее здесь можно через alt это подмышкой чуть-чуть вот сюда прибрать наметить чтобы было видно где у него все-таки групп находится так здесь вот можно тоже чуть-чуть выгладить поприятнее чтобы было так а вот здесь делаем вот эти вот наплывы но в топологи как бы вот раз и вот сюда вот так вот вот так вот потом можно конечно это все еще пролепить и вот так вот накидом вот теперь тоже самое повторяем здесь смотрим что тут сеткой сделаем дай нам аж еще контрол д д ловер вот теперь будет сетка нормально и вот теперь можно ее шифтом где-то через alt опять же где-то вдавливать не обязательно прям сразу одну массу гнать и все так вот здесь вот тоже шифтом немножко 10 массы чуть-чуть прибавить как бы от живота чтобы вот здесь вот лежит живот грудь и как будет накидать чуть-чуть массы получается что-то в таком духе так здесь вот проходим через alt вот так вот как-то хаотично просто так 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 делаем приблизительно складки ну а здесь вот чуть-чуть наплывом на ремень вот тут вот так побольше накидаем чтобы она полукруглая как бы была такая выпуклая так есть такое дело ну и н выберем от этого гражданина замаскируем его вот так вот и и попробуем сразу же на манекене сделать ноги shift z что у него там находится ничего нормально shift z просто берем мофф топологи x симметрию или можно без симметрии пока вот такую позу ставим и будем чуть-чуть что-то тут накидывать вытягивать так shift z они у него острые да так вот сначала их можно еще вот так вот обрезать здесь чуть-чуть побольше тут типа моделируем пятку так что то здесь делаем подъем здесь делаем носок вот так вот так здесь не надо здесь прям острое идет но так как-то не то так 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 Продолжение следует... Так, здесь вот так, здесь вот так, а здесь вот чуть-чуть на острие пошло. Во! Так, есть такое дело. Вот, конечно, тут бы Shift-Z просится как бы ноги поменьше. Ну, сейчас будем экспериментировать. Вот это всё, обувь, поднадуем. Так, деформация, Inflat Benz. Вот так вот. Во! Есть такое дело. Н, открываем штаны и пробуем вот эту часть подзадрать. Так, а вот эту часть попробуем в середине уплотнить Shift-ом. Так, здесь вот как косынку надо сделать. Вот так вот. Так, и попробуем наши штаны чуть-чуть как бы вздёрнуть, что ли. Вот так. Вот так вот. Так, а эту часть ещё на потонше. Вот так. Вот так. И вот так. Вот. Shift-Z. Тут верёвки должны быть. И вот здесь вот эта часть. Давайте обыграем её. Вот так, значит, маскируем и пробуем поднять. Во! Есть! Теперь выбираем N, выбираем гражданина и попробуем x-симметрию отключить. Почему? Потому что будет казус. И вот так вот ноги чуть-чуть поднять. Вот так. И сделать Mira and Well. О! Пардонте. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Я думал, я замаскировал персонажа. Так. Так. Вот так мы его маскируем. А вот теперь поднимаем. Дэнс. Мира and Well. Во! Да, меньше ноги. Прикольнее пацан стал. Во! Так. Так. Теперь что делаем? Обрезаем теперь ещё обувь. Вот так. И попробуем вытянуть её. Так. Так. Ну, так. Так. ну что-то в таком духе принципе обувь похожа стала так вот так теперь n открываем штаны нужно вот это все дело подправить потому что тут сетка тоже испортилась так резолюцию чуть побольше все штаны переделаны и немножко их шифтом забывая этого пацана отключать так шифтом шифтом где-то можно наверное через alt пройтись вот так вот раз тут потоньше сделать есть какую-то складку замутить вот наверх уйти вот так вот где-то здесь еще попышней добавить вот этот низ где-то докидать сделать дай нам с сзади здесь вот можно тоже альтом тын 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 ну и вот так вот тоже где-то об но здесь складки тоже пышности придать вот так и нижнюю эту складку тоже добавить вот так вот так вот с этой частью нужно будет колдовать вот так приподнимать и так вот как-то чтобы она выше обуви была так вот здесь она еще потоньше по моему там же веревка вот так а вот все тут уже нога пардонте вот так здесь еще можно поприбрать так что тут еще не так в принципе все, тут осталось только долепливать, корректировать добавлять вот этот значок фляжку можно добавить и это уже отдельно палку ну опять же пару веревок пару швов ну и раскрашивать только что вот и все так так, а вот если плечи сейчас сделать больше, вот эти вот как тут они тут у него пошире вот аж до сюда эту часть можно растянуть, а потом как она будет, это уже когда кости ставятся, там уже неизвестно ну в принципе получилась вот такая опять заготовка тут теперь нужно пролепливать вот эти все швы, объединять где-то ремень еще проделывать вот эти вот центральную часть пролепивать вот эти складочки доделывать волос ну а так в принципе персонаж готов процентов на 70 готов точно на 68 все, всем пока, до свидания